Всем доброе утрице! Сегодня у нас... Знаете, какое число? Какое число у нас сегодня? 11 апреля. Боже мой, уже 11 апреля. Весна полным ходом, мы на улицу ходить толком не можем, обидненько. Я записала реакцию на видео Маши и Артёма, стоит ли нам встречаться или расстаться, как там у них было. И вы все дружно написали в комментариях, а где кусок про машину, где они спорили про машину. На самом деле, я все видео прокомментировала, на все видео полностью записала свою реакцию, но какие-то куски я повырезала, потому что, ну, видео получилось на 45 минут очень длинно, и я решила, что ладно, вот это и вот это не очень интересно, как мне показалось. Оказывается, вам было очень интересно посмотреть как раз-таки про спор их про машину. Я там тоже много всего рассказала. И в сегодняшнем влоге я вставлю этот фрагмент, который я удалила, там еще на несколько вопросов была реакция, и вы сможете посмотреть. А я сегодня в таком зелененьком халатике, и у меня на нем дырка. Увидела, когда красилась возле зеркала, представляете, не знаю, когда она там появилась. Может, я так уже давно с дыркой хожу. Ну, я его как-то за него забыла, за этот халат, и вот сегодня надела. Я уже давно написала, закончила свой курс по ютубу, который я хочу уже давным-давно запустить в продажу. Он будет стоить 500 гривен или 1440 рублей, но мне никак не сделают сайт. Для того, чтобы вот это все запустить, как бы, нужен такая маленькая страничка, сайт одностраничный, на котором будет информация о курсе, кнопочка заказать и ссылка на скачивание курса. И мне его уже делают две недели, если не больше. Я уже задолбалась. Не могут такую простую вещь сделать, просто рисуют такое что-то. Ну, я уже вчера с ними поскандалила, я говорю, меняйте мне маркетолога, давайте мне кого-то другого, потому что, ну, этот человек, ну, совсем не понимает, как это должно выглядеть. Я ему уже, говорю, мне уже самой проще было нарисовать этот сайт. В общем, зла у меня вчера не хватало. Но, слава богу, мне поменяли маркетолога, мы уже вроде как все обговорили. Я думаю, что очень скоро, на днях, буквально, они мне уже доделают такие этот сайт, и мы сможем все запустить. Жду маму, должна прийти мама, потому что она привезла, пригнала машину Артему на переобувочку. Вот, с Артемом немножечко мы поругались, но уже помирились, все нормально. Это никак не связано с вот тем видео про мои подозрения и так далее. Это вообще на другой почве, не буду об этом рассказывать, это чисто наше. Вот, но уже все хорошо, то есть мы нашли общий язык, все нормально. Пойду что-нибудь перекушу и скоро к вам вернусь. Всем приятного аппетита, будьте здоровы и пейте воду. А у меня в гостях уже мамочка. Я опять тут. Очень верно. Фигара тут, фигара там она сегодня себя называет. Да, у Люды, у Вики, у Артема. Она всех сегодня в гости посетила. Я сегодня с утра ношусь, как твой хомяк в колесике. Как это твой коронавирус? Да какой там коронавирус? Все у нас круто. У мамы было 39 температура, где-то неделя три назад, да? Две. Две уже. Ровно две недели сегодня нет. И главное, что моя подруга Саша сегодняшнего дня уже будет жить спокойно. Потому что 14 дней она жила в напряге в таком, что это просто ужас. У мамы, кто не видел ее видео, внезапно поднялась температура ночью до 39. Это кошмар был. Ей было очень плохо и она ночью еле пережила. А на утро как огурчик, все нормально. Так меня трясло, как Андресу на тренажере. Я не знаю, когда-то видели люди это? Было у нас по телевизору. А, реклама тренажеров, когда на жопу такой этот надевался пояс, и он такой трясся, да? И показывали крупно ее вот этот вот. Ее звали Андреса. Так вот как Андресу так трясло, так вот это трясло меня. Я не могла чашку кофе, кофе, воды подогреть не могла на этот самый. Кофе в голове. Так что, может кофе? Нет, я только шоу Люды пила кофе, и меня разорвет от кофе. Кто не смотрел, посмотрите, что со мной был, какой кошмар. Но с утра как огурчик. И никто не понял, из-за чего это, с чем связано? Никто не понял. Хочешь кушать? Нет. Кофе не хочет, кушать не хочет. Что приехала? Монтировать? Да. Ладно, мы пошли монтировать. А ты смотрела мое видео на реакцию на Машина и Артема видео? Стоит ли нам расстаться? Это, наверное, единственное, что я не смотрела. Я смотрела, как ты обливала этого Артема. Артема, а до этого было другое видео. Ты, наверное, его не видела. Наверное. Короче, а вы пока что посмотрите фрагмент, который я вырезала из того видео. И вот сейчас как раз вставлю. Кто из вас лучше водит машину? Раз, два, три. Я. В смысле ты? В смысле ты? Да Маша, ты же парковаться не можешь. Ты перегасовываешь постоянно. Ты вечно, блин, передачи не могу. А, да. Да, да. Конечно. Маша. Все, что я не могу правильно, логически подобрать траекторию парковки, это другое совсем. Но вожу и знаю правила дорожного движения, я лучше. Так, может, правила ты знаешь и лучше, но шишкую я лучше, в поворотах я быстрее. И даже в банальных ситуациях, когда там пробка, я более рационально простраиваю маршрут и объезжаю эти пробки. Плюс я вожу мотоцикл. А значит, я быстрее, лучше паркуюсь, потому что мне место надо. Нет, он не уточнял про что мы. Он сказал машине. Да, короче, я вожу лучше. Нет, я точно вожу лучше, сто процентов. А в чем мы меряем тот, кто лучше водит? Давай поставим точки. Во-первых, у меня был стаж, у меня выше опыта вождения. Во-вторых, ты слышал, как ты трогаешься с первой передачи. Машина делает так. Да потому что машина дизельная. Да блин, надо сцепление, приспускать, начинаешь трогать газ и добавляешь в поездку. Так, смотри, мы с ними видим, где мы с одной точки в другую будем ехать. И кто быстрее приедет и запаркуется в гараже, тот и лучше водит. Нет, качество вождения не зависит от того, быстрее ты едешь или медленно. Ну конечно, Маша же едет в 30 км в час по шоссе. Ты сейчас выйдешь отсюда. Все, я лучше вожусь, а нас не ставь тебе решение. Нет! Ты, жопа вонючая, ты же знаешь, что я вожу лучше. Почему ты не знаешь это? Чем лучше? Идеальные отношения. Следующий вопрос. Ты знаешь, что я вожу лучше? Знаешь, как ты врешь на видео? Я тебя учила ездить! Все, расслабьтесь, я вожу. Я учила тебя ездить! Я вожу. Кстати, да, Маша учила ездить Артема. Артем просто другими рамками руководствуется, отвечая на этот вопрос. То, что он более экстремально ездит. То, что он, да, возможно, возможно, но не факт, лучше паркуется. Я просто не знаю. Я ездила с ними, но я не обращала внимания на это. То есть мы даже вместе не парковались. Мы, я помню, выходили из машины. Короче, один раз я всего лишь с ними ездила. Это на дачу, у забора он встал. Поэтому не могу сказать насчет парковки. Скажу, что Маша паркуется, в принципе, очень хорошо. Ответственно, не спеша, все правильно делает. Ну, и девушки, женщины, водят, естественно, аккуратнее, чем мужчины. Потому что они более внимательные в плане. Ну, сейчас меня, конечно, захитят, что вот там блондинка за рулем. Это вообще обезьяна с гранатой, женщина за рулем. Ничего подобного. В аварии чаще, серьезные, попадают мужчины. Женщины, возможно, попадают больше в какие-то мелкие, такие туповатые аварии. Это то, что я видела по YouTube, вот эти ролики. Но в жизни я даже вот и не встречала каких-то таких моментов. Вот. Я, откуда-то, в своей жизни в аварии никакие не попадала. Максимум, что у меня было, я задом сдавала и не увидела пенек. Низенький такой пенек, его в зеркала не видно. Обычно нужно, когда садишься в машину, смотреть, что сзади, окидывать взглядом, чтобы оценить обстановку. Я вам скажу, что мужчины тоже этого не делают. И часто тоже еще чаще вот там вот это все наезжают. Поэтому я не знаю, кто из них лучше вводит. Но то, что опыта у Маши больше, и она делает это аккуратнее, это 100%. Может, Артем рациональнее объезжает пробки. Возможно. У девочек, наверное, с этим... Ну, они не такие наглые, они не могут там лезть, да? А мальчикам это больше свойственно. Я вожу лучше все. Все. Сдать на права на автомате. Ребята, с какого раза я сдал на права? У-у-у. С первого? С какого раза ты сдала в автошколе на права? Ты сдавала на автомате. Автомат это машина? Какая разница? Автомат это машина? Ну. Машина. Зачек мой. Поэтому я сдал с первого, ты из какого? С третьего. Ударин. Поэтому автошкола все решила. Ох я, Артем, по-больному, по-больному. Маша не велась на то, чтобы ей помогли сдать на права, своими силами сдавала несколько раз, действительно это было очень, ну там, кто смотрел наши влоги тогда, мы рассказывали это все подробно, насколько там все сделано для того, чтобы деньги им платили за то, чтобы сдать, ну то есть по-честному сдать, но нереально, ну вот нереально, я вам, ребята, кладу руку на сердце, нереально сдать по-честному там, в том ГАИ, где сдавала Маша, это был Киев, не помню уже, там, ну сделано все для того, чтобы какая-то была ошибка, если это, короче, специально, Артем сдавал на автомате, и, ну, я вообще сомневаюсь, что он сдавал, по-честному, но никто об этом не знает, мне они ничего не говорили, Маше, я думаю, тоже не в курсе, ну пусть будет так, он сдал с первого раза, ну ладно, Артем. Я ввожу лучше. Следующий вопрос. Вы знаете, что я ввожу лучше, и он знает, что я ввожу лучше. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Автошкола решила, а тот, кто с какого раза сдал, это как экзамен, а то, что она сейчас умничает, это уже отмазки. Экзамен, это главное. Ребят, я пойду? Давай, следующий вопрос. Стоп, но мы ответили. Ну как ты меня выместил, я не могу, просто. Но мы ответили, оба, я, я, одинаковый, считаю, что это. Не успела снять. Артем, ты опять бреешься? Я говорю, ты что, опять бреешься? Это что такое? Ты в прошлый раз еще не признался, что брился, и опять? А я сегодня утром ему говорю. Он меня потемал, я говорю, о, колючий, уже надо бриться. А он, да, ну хорошо, может сегодня или завтра побреюсь. Понимаете, да, когда я говорю, надо побриться, он говорит, может сегодня, может завтра. Для кого брился? А я сегодня тебе расскажу. Сегодня у нас, мы снимаем вечером пьяную правду, в следующем видео увидите. Я ему там задам этот вопрос, и он должен будет ответить правду. Если бы ты сегодня пришла, то ты заработала тысячу долларов. Да? Наплыв девочек был? Да я ничего не имею против наплыва девочек. Но если он ради этого бреется, и не признается, что ради этого, вот это уже вопрос. Посмотрите, какое у меня тут уже деревце выросло. Ну так быстро растет. Это это, как уличка. Быстро растет. Молодец. А мама добросовестно просматривает то видео, которое я не посмотрела. Кстати, как вам все-таки спор Маши про машину и Артема? Артем говорил, мама, Артем говорил, что он лучше водит машину, чем Маша. Что ты думаешь на эту тему? Не верю. Не веришь? Нет. Дело в том, что Маша, во-первых, на многих автомобилях поехала. Поездила. И при том, ну, поездила, да. При том это как бы сразу, изначально. Для нее не проблема, не... Коробка передач. Коробка передач. Не автомат, не... Не механик. Не механик. Это ж с ума сойти. Да, не надо все... Да. То есть, неважно. Не автомат, не механика. Поэтому она... Потом у нее очень хорошая реакция. Она внимательная. Она, я уверена, выучила правила сто процентов. Да. А это в вождении. Чуть ли не самое главное. И потом, когда я наблюдаю за Машей, когда она едет, она все видит. То есть, вот есть как бы человек, зрение прямое, да. Вот вижу только здесь. А есть более абстрактное. Туннельное называется и периферическое. Вот. Вот у меня, кстати, тоже периферическое. И... У женщин у всех периферическое, а у мужчин туннельное. И еще, вот... Это физиология. Вот я, допустим, паркуюсь, да. Я подъезжаю. У меня Саша глаза закрывает, когда я останавливаюсь. Миллиметровщица. Да, потому что мне кажется, что я сейчас в стенку уже врезу. Говорю, гадыки. Что такое? Да ты же я, ну я же остановилась. Вот он всегда выходит и говорит, миллиметровщица. Вот я смотрю на Машу. Она, может быть, как бы еще не настолько это делает быстро. Но она станет именно вот, отъедет назад, вернется. Она станет именно так, как надо. А когда это делаешь несколько раз, потом это вырабатывается очень быстро. Я не знаю, не могу сказать, допустим, что Артем там хуже ездит, лучше ездит. Но почему-то я уверена, что Маша классный водитель. Ну да. Но у них был вопрос, кто лучше водит, Маша или Артем. Маша сказала Маша, а Артем сказал Артем. И они долго по этому поводу кричали друг на друга. Артем доказывал, да ты там парковаться не умеешь вообще ты. Ну, мама еще не видела этот фрагмент. Ну, сейчас я посмотрю. Но от того, что мужики делают вот так. А давай ты посмотришь сейчас, а потом скажешь. Хорошо. Я сейчас ей покажу именно исходники видео. Ты слышал, как ты трогаешься с первой передачи. Машина пила там. Машина дизельная. Да, блин, надо сцепление. Приспускаю тебя. Да, Маша права. Причем тут кто быстрее приедет. Ну вот. Я тебя учила ездить. Я учила тебя. Это, между прочим, тоже немаловажный факт. Кстати, научить кого-то водить автомобиль очень сложно. Очень сложно, очень. Я думаю, что Артем не сам сдавал с первого раза. Я этого не знаю, но невозможно. Никто практически не сдает с первого раза. Там даже не потому, что неправильно ответила, все равно тебя завалили. Это дело неправильное. Самовождение. Экзамен там можно сдать. Маша права во многом, потому что я вот, допустим, тоже не только сама езжу. Езжу с кем-то. И когда садишься с человеком, и вот это вот начинается, знаешь, тронуться с места, вот она права. Жжжж-же-же не поехал. И считает, что я ж тут рванул. Вот это нехорошее вождение. А я когда учила Машу водить, я всегда говорила, ты будешь классно будет считаться, что ты классно водишь, потому что, когда человек, сидящий рядом, на пассажирском сидении, не будет нервничать, когда ты за рулем. Да, конечно. Вот это вот. Вот это самое важное. Тронуться мягенько. И остановиться на светофоре так, чтобы вот так вот не качнулась. Там надо несколько там Ну свои есть фишечки Едешь впереди смотришь светофор Ты его видишь за квартал Что там уже горит желтый Сейчас загорится красный Чего его лететь Обгонять меня Смотрю сбоку Еще и посигналит Это нормальное Сейчас все равно будет красный Все встанем Да И летит под красный Ну смотришь Придурок успел Может он думал что успел Там уже желтый горел Когда меня обгоняли И это вот на каждом шагу Когда говорят Женщины там Ой женщины будут Объеделась Мужики капец Это просто капец Я за день еду Вот я настолько спокойно отношусь К тому что что-то там Как бы неправильно делают Я не ругаюсь У меня такое У меня на всю улыбочка Я еду Понимаешь мигает правым поворотом Поворачивает влево Ну вот как это можно И говорит еще Ты блондинка Я блондинка Ну прежде чем побегать поворотом Я подумаю Хотя поначалу Когда начинали ездить Ну что если дворники Это значит поворачивает Значит будет поворачивать влево Значит будет поворачивать Да Ну то есть конечно Ну вот по поводу Маши Я не знаю Я Она очень быстро Она села за руль И мягко Плавно Классно Я не знаю Я к Машиному вождению Вообще претензий нет Вот хай меня Она когда сдала экзамены И она сразу села за руль Опеля Нашей беленькой И мы поехали Мы целый день ездили по Киеву По моим делам Я вообще не напрягалась То есть не только Хорошо все Ну вас там и экзамены Я тебе скажу Выгрессировали Да Она такая была экзамена Она же сама сдавала Я говорю Маши давай я договорюсь Ну там дадим денег Ну потому что реально Ну все пробуют сами А потом платят Не А я сама сдам С этими веревочками въезжать Это просто бред какой-то Ладно Так вот Я говорила Что на самом деле Научить водить очень сложно Напишите в комментариях Кто смотрел видео На канале моего Артема Как он учит водить Дарину автомобиль Боже Я ж когда смотрела Я его чуть не придушила Это ужас да Это какой-то кошмар Ты не смотрела? Я не смотрела Это какой-то кошмар Я не знаю Как-то Дарина вообще Так она еще умудрилась научиться Я ж как Я говорю Господи Вот меня так мой первый муж учил А? Верю И я до 30 лет Учил мне где-то 22 Была уверена Что мне не дано Я вообще не должна Никогда садиться за руль Потому что я всех убью на дороге Вот это вот Если бы меня учил мой Саша Ага Это да Я представляю Я помню как он Диму учил Я сейчас периодически Это когда я 8 лет за рулем И он сидит у меня рядом И Смотри Там Я останавливаю машину И говорю Выходи И он выходит Потому как это называется Помеха справа Да Как он учил Диму Я вообще не знаю Как Дима научился Дима это выдержал Я не знаю Выдержал самое главное Как Это ж капец какой-то Так вот это он так Дарину учит У меня есть большое желание Тихонечко поехать Забрать Дарину Не снимать даже это на камеру А поучить ее по-человечески Спокойно Без психов И без Я не знаю Я тебе уже 100 раз объяснял Уже сама вспомни Я господи Я говорю Да-да-да-да-да 300 раз объяснять Это ж первый раз Ребенок за рулем Ребенок за рулем Вообще Конечно Это не очень Но она такая высокая И она все достает Там педаль Я тебе скажу У меня классный был инструктор Парень молодой Настолько Вот Я не знаю Ну классно Действительно классно Именно объяснял вождение Потом Вова Знакомый наш Да Которого Вообще С ума сойти Какое терпение Вот просто я Три раза проезжаю Один Поворот И на четвертый раз Доезжаю до этого Поворота Поворота Как же жуна Ребенок Твою Дарданелло Мать Мы когда-нибудь Повернем В этот поворот Ну то есть Вот Человек рядом Который С таким терпением Что Ты буквально За неделю Две Уже все Легко и просто А когда Чанчика Выучил Костя За рулем ездить Она кстати Экзамены сдала Сама Без всяких Каких-то А потом Когда села За руль С мужем Пару раз Проехала Вышла И сказала Нет Вози мою задницу Потому что Я больше не сяду Ну хотя С рассказов Иры Так это Костя Кошмар А с рассказов Костя Так он говорит А как я могу не кричать Когда она Когда встречный транспорт Видит Глаза закрывает Поэтому Мне кажется Они преувеличивали Другому Не знаю Он и так кричит Ой-ой Едет на встречу Глаза закрыла Что я должна делать Тветь Ира Что правда Так и была Что я должна делать Да Ну в общем За рулем Она не едет А потом Еще знаешь Как Вот экстримчик Приходится Ты говоришь Вышли с этого Сдали на права Маша села И надо ехать И поехали по Киеву Вот у меня Я сдала на права И в доме ремонт И все У меня машина У меня ремонт Эпицентр В другом конце города Вообще Я в одном конце Эпицентр В другом И мне туда Каждый день надо А вот не любит ездить А он пешком ходит Он ходит пешком Представляете У них же было две машины Одна у мамы Одна у Саши Они вторую продали Он мне не пользовался Да Она просто стояла Я уже говорила Они идут Мама едет А он идет Ну в общем Вот так вот Мы считаем Что девочки лучше водят Чем мальчики Однозначно Вот так вот Мальчики экстремальные И небезопасно будет А девочки будут Конечно Есть экстремалки Еще те Поближе чем мальчики Есть еще те Но рассказывать Что едет 30 километров По трассе Это бред сумасшедшего Знаю прекрасно Что едет 100 километров По трассе Маша А то что Артем Ну да Артем говорит Ты по трассе едешь 30 километров Ну это так Знаешь Чтобы завести Машу Да Ему короче Нужен был контент И он ее специально Драконил Чтобы она псешила Мне кажется Он так частенько делает Кстати в челленджах Вот обратите внимание Артем такой специально Знаешь Маша будет псешить И начинает Кстати интересный факт Когда я на Артема Ну типа что-то плохо Про него там Намекаю В своих видео Все начинают меня хитить Вы Артема Вы Артема не любите Да по вам видно Да вы хотите развалить Их семью Не власти В их отношении Когда я Артема защищаю Начинается вторая серия Вы что Слепая Вы не видите Что он ее не любит Вы не видите Что их отношения Держатся только На машиной любви Вы вообще Понимаете Что вы Ну в общем Я не знаю Как там А я знаю Я могу это сказать По-украински А ну-ка Не знаю я Но не так Не ну просто На самом деле Это же не одни Те же люди Высказываются Тогда высказывались Одна половина А потом высказывается Вторая половина На самом деле Я всегда говорю То что думаю Когда я думаю Про Артема плохо Я так и говорю И ни от кого Это не скрываю Когда мне есть Где его защитить Как было в прошлом видео Я его защищала Я рассказывала Я очень справедливый человек И я кстати Не влажу В их отношения Если вы Не заметили Я наоборот Со стороны наблюдаю Да я что-то комментирую Ну так все комментируете Вы кстати Тоже комментируете Не лезьте в отношения Вы что там комментируете Кто на Машу наезжаете То на Артема Я не поняла Да С приписочкой Ладно я буду тогда говорить Это мое мнение Это просто Ничего против Кого не имею Никого не хотела обидеть Артем если что Это мое мнение Вот так Я тем более Всех люблю Да И Артема мы тоже любим И Артема мы тоже любим Я вообще всех люблю Пока хорошо Моим девчонкам Да Но если не дай бог Плохо Закопаю Да Я Артему когда-то Тоже так сказала Да Ну примерно так Я своим зитьям Говорю Все чудесно Все буду терпеть Все будет хорошо Но она Всегда будет права Все Ну правильно Свой ребенок Всегда прав Да Конечно Шоп там не случилось Все равно я буду На ее стороне Вот такая теща А все еще приводят пример А вот как вы думаете Как вот мама Артема Вот она же о Маше хорошо всегда А вот вы об Артеме плохо Ну во-первых я не всегда о нем плохо Только по делу Да А во-вторых Мама Артема не блогер Она не всегда выступает на камеру Если бы вот всегда выступала Возможно бы что-то Если бы по делу Да и проскакивала И вы бы тоже ей такое писали Ну да Тоже посмотрела Машины блоги Посуды там гораздо иды Да Что-то об этом на эту тему сказала Даже в шутку И накинулись там уже Все защитники Маши Или наоборот Так что не надо Между прочим Такую тещу как я Еще поискать Это точно В хорошем смысле слова Все Я думаю надо заканчивать видео Мне кажется оно опять будет На полтора часа Всем пока Подписывайся на канал Баня Виктория Вот так надо сказать Давай Да Надо Давай Доготовьтесь И Подписывайся на канал Баня Виктория Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok